Добрый вечер. Ну что ж, глобальные рынки в замешательстве. Доходность десятилетних казначейских облигаций США вновь превысила 4%. И стоит отметить, что все это на фоне стабильно растущих цен розничных. Можно по-разному интерпретировать данные по инфляции. Они действительно выходят из разных источников и показывают несколько разную динамику. Но факт остается фактом, что пока цены не снижаются так быстро, как некоторые ожидали. И на фоне этого инвесторы вновь поставят с ужесточением политики Федрезерва. Распродажа в акциях, распродажа в облигациях. В JP Morgan считают, что Федрезерв может повысить ставки и до 6%. Некоторые считают, что даже и выше. Заседание Федрезерва пройдет 21-22 марта. Как это отразится на стоимости активов? Ужесточение политики Федрезерва более серьезное, чем предполагалось. Об этом мы поговорим с экспертами. С нами на связи находится Марк Гойхман. Марк Моисеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Вы в свое время в одном из наших эфиров говорили, что инфляция никуда не ушла. И Федрезерв ему придется ужесточать. Ожидание по тому, что Федрезерв остановится и даже будет снижать ставку, все-таки маловероятная. Ваш прогноз более-менее оправдался. На чем это основано? Может быть, вы повторите, а может быть, и в стихах что-нибудь дополните. Да, конечно, наша традиционная тихотворная минутка. Стих такой. В давлении статистики прогресс. Теперь валюты верят ФРС. И настал и даже тот момент, когда поверила настырная фонда. Действительно, есть ценовое давление. Причем очень важно, что это давление инфляционное не связано практически с энергоносителем, потому что растет базовая инфляция в Соединенных Штатах. Та, которая не отражает цену на энергоносители и продукты питания. То есть это фундаментальное существование ценового давления. И, кроме того, для ФРС важно, что не СПИ растет, то есть не индекс потребительских цен, а тот показатель, который обращает на себя внимание прежде всего. Это индекс ценовой на товарное потребление, наличное потребление, ПСИ. Он повысился до 5,4% с 5,3%, тогда как инфляция СПИ немножко ослабевает, но недостаточно для того, чтобы ограничить ужесточение денежной политики. Вот это важно. И, кроме того, есть понимание, что нет препятствий для повышения процентной ставки, потому что очень сильный рынок труда, очень неплохой рост ВВП и деловой активности. То есть увеличение ставки ФРС не приведет к рецессии, к тому, что будет снижаться экономика. Вот это очень важно. И мы видим не просто увеличение доходности облигаций, а то, что сейчас доходность десятилеток повысилась на этой неделе за два дня на 4%, а двухлетние на 2% до 4,92%. То есть снижается СПИ, снижается инверсия первой доходности. Вот та инверсия, которую все ставили в пример грядущей рецессии, нет теперь, такие риски гораздо меньше. Они не исчезли, инверсия осталась, но она существенно уменьшилась. Это значит, что бескомпромиссная борьба с инфляцией, во-первых, необходима, и об этом говорили члены ФРС давно. Просто рынок не верил им, не верил. А сейчас приходится поверить. Это, во-первых, возможно, то есть, во-вторых, необходимо, а во-вторых, возможно, потому что это теперь явно не принесет серьезного ущерба экономике. Поэтому и появились такие оптимистичные в плане получения процентов ставок заявлений членов ФРС Бостик, Кашкари. Ну, не знаю, 6 процентов, на мой взгляд, это слишком много, потому что очень сильно повысится нагрузка на обслуженный бюджет. Но вот до 5,5 процентов вполне может быть, и фьючерсы на ставку ФРС, об этом говорят, 5,5 процентов на июнь 2023 года. То есть, есть куда расти. Вот это то, что переломило, наверное, со второй половины февраля общую тенденцию в отношении и доллара, который стал повышаться, и индексов акций S&P 500, TASDAQ, которые стали снижаться. Спасибо. А к нам подключается Алексей Дебелов, PF Solutions. Алексей, приветствую. Добрый вечер, Даниил. Ну вот, рынки в январе росли, февраль месяц, как называют, в старину называли кривые дорожки, а мы назовем его месяц был такой изменчивый, волатильный. Вроде как настроения на рынке изменились. Что дальше? Действительно, это связано с ожиданиями политики Федрезерва. И сначала думали, что это коррекция на рынке, это хороший повод зайти в акции. Сейчас уже пошли прогнозы от ваших коллег разных, американских в том числе, о том, что рынок упадет на 25 процентов в 2023 году, но потом опять вернется к новым максимумам к 2024 году и пойдет их обновлять. Вы, наверное, уже стратегию выпустили, потому что я видел пресс-релиз в Дубае, там что-то было, какое-то мероприятие. Но хотелось бы, чтобы вы поделились все-таки вашим видением ситуации на рынках на ближайшую перспективу. Да, спасибо большое за интерес к нашей работе. Действительно, мы выпустили долгосрочный наш взгляд. И по тому, как он долгосрочный, то он не пытается предсказать, что произойдет на горизонте нескольких месяцев, увы. И мы не беремся, потому что осознаем невозможность задачи предсказывать движение рынка в течение года, как он сначала упадет, а потом вырастет. Мы можем говорить о долгосрочной привлекательности. Да, ожидания инфляции, уровни инфляции немного выросли. Это, скорее всего, приведет к более агрессивной политике ФРС, европейского Центробанка также, который в Европе все происходит на несколько месяцев позже, чем в США. Так что можно, на самом деле, Европу здесь индивидуально пока не рассматривать. Это может, в свою очередь, привести к дополнительному замедлению экономики за счет дороговизны денег. Но, опять же, в бандах не стоит ждать повторения падения конца 2021-2022 года. Это масштабное падение, которое происходит раз в декаду, которое заменило собой многолетнее сползание цен облигаций и, наконец-то, доходность облигаций поставило на привлекательный уровень, который мы, честно говоря, практически не видели в последнем цикле с 2009 года. То, что рост долгосрочных ставок, он будет серьезнее сказываться на ценах активов с высокой дюрацией, то есть благосрочных облигаций, акций. Внутри акций тоже будет все весьма неоднородно. Гораздо сильнее скажется рост ставок, рост стоимости капитала на наиболее уязвимой части рынка, на акциях роста, в частности, нуждающихся в долгосрочном финансировании, венчурном капитале, private equity, которые еще даже не успели, на самом деле, отыграть в своих ценах роста реально. Ну, согласитесь, график ETF на долгосрочные гособлигации США выглядит, ну, я бы даже не сказал уныло, он выглядит как-то, в общем, очень и очень страшно. Ну, посмотрим, как будут дальше реализоваться события. Переключаемся мы на вторую, тоже важную тему. Сегодня вышли данные по инфляции в еврозоне. Инфляция ускорилась в феврале до 8,5%. Ну, опять-таки, это все лукавые цифры, где-то она больше ускоряется, где-то меньше. В то же самое время ЕЦБ опубликовал свои прогнозы по 2003-2024 году, что значит политика количества смещения, ее сворачивания, повышения ставок для европейских центральных банков, отдельных стран. Они поднесут убытки. Больше всех потеряет Банк Германии, почти 200 миллиардов евро. ЦБ Франции, почти 140 миллиардов евро. В общей сложности 640 миллиардов евро за два года. В Европе это сопряжено с рядом проблем. Дело в том, что Федрезерв, это тоже глубоко убыточная организация сейчас, но для Федрезерва это не важно, они заранее подстраховались, изменили себе стандарты бухучета. Вот есть стандарты международные, есть американские стандарты, есть РСБУ, а есть стандарты бухучета, специально разработанные Федрезервом для Федрезерва. И согласно этим стандартам, все убытки Федрезерв может списывать на нематериальные активы для себя, ну а потом в случае чего они же эмитенты долларов, всегда доллары могут напечатать. Если мы посмотрим на текущую ситуацию с денежной массой, что М1, что М2, там вроде бы денег становится меньше, она сокращается. А в Европе ситуация гораздо более сложная, там у ЦБ страновых нет такого механизма. Долговой рынок для правительств тоже очень маленький, так единый долговой рынок по облигациям они по большому счету не создали, что есть в США, что будет с евро, не грозит ли опять еврокрах на фоне того, что ЕЦБ будет, конечно, повышать процентные ставки, но такими темпами, как Федрезерв, конечно, повышать он их не сможет, чтобы страны просто не разорились. Марк Моисеевич, какие перспективы у евро, есть ли у него перспективы? Я думаю, что сейчас есть возможность у ЕЦБ повышать процентный ставк, но если шаг у ФРС будет 0,25% пункта, ЕЦБ может повысить на 0,5% пункта на следующем заседании до 3,5%. Это уже, в общем-то, заложено в котировке евро и в ожидании. Поэтому есть потенциал роста евро, потому что и инфляция в еврозоне, причем тоже базовая инфляция, независимая от энергоносителей, стала выше, мы сегодня видим эту динамику. Вынужден будет ЕЦБ повышать процентные ставки, но у него действительно нет того потенциала для роста ставок, как у ФРС. Потому что темпы роста ВВП еврозоны практически нулевые. И при существенном увеличении и удорожании кредитов это будет существенно носить ущерб экономике, не только Центробанк, но и экономике. Поэтому предполагаю, что да, сейчас потенциал у евро до момента повышения на полпроцента пункта ставки есть. Сейчас мы видим евро-доллар на уровне 1,06. С политикой ФРС я думаю, что мы уйдем, вероятно, к 1,05 по евро-доллару, а дальше будет очень много зависеть от ЕЦБ и от инфляции. Вполне вероятно, что вот этот рубеж 1,05, ну может быть 1,04,50 будет пока пределом для снижения евро. И если к середине года прекратится увеличение процентных ставок по ФРС, где-то на уровне 5,25-5,5 процентов, то мы можем увидеть рост евро уже от рубежа 1,04-1,05 выше куда-нибудь к 1,08. Но пока давление будет осуществляться более серьезно, чем вот до нынешнего момента на евро-доллар. Есть потенциал снижения. Спасибо вам большое, Марк Моисеевич. Марк Гойхман был с нами на прямой связи. Возвращаемся к Алексею. Алексей, ну вот мы тут поговорили даже, может быть, слишком подробно про макроэкономику, про валюты, про процентные ставки. А возвращаясь все-таки к хлебу насущному, это разные активы. Накануне тут был инвесторский день Теслы, как-то он не очень впечатлил. Многие, как правило, ждут отмазка плясок в ковбойской шляпе, каких-то жгучих обещаний, презентации. Этого ничего не было. Акции припали. С другой стороны, есть компания, у которой не все здорово. Это Salesforce. Ну там, понятно, реструктуризация внутри проходит. Но, вроде как, оптимистично. Все подросло. Есть компания, у которой все, вроде как, тоже не здорово восстанавливается, но ей очень сильно помогают власти. Это солнечная энергетика. First Solar. И акции подпрыгнули. Как разобраться во всей этой кутерьме, не побоюсь этого слова, на что сделать ставку. И вот мы смотрим, китайские компании отчитываются. Вроде там все не здорово тоже. На что смотреть, на какие секторы, на какие регионы, на ваш взгляд? Если вообще на них смотреть. Ну, сейчас смотреть на последнюю отчетность бывает сложновато, потому что где-то военные конфликты сыграли свою роль, как в Европе, где-то как в Китае продолжительный локдаун, из которого экономика только выходит. И поэтому не получится в лоб сравнивать яблоки с яблоками. Но из того, что мы видим, по-прежнему акции с высоким компания роста все еще весьма дороги относительно рынка в целом. По оценке AQR менеджмент, допустим, они сейчас находятся на, хоть и не так высоком в прошлом году, но все еще на уровнях, равнимых с пузырем доткомов. Это не значит, что вся экономика повалится, как после пузыря доткомов весь рынок. Потому что тогда рынок стоил 40 прибыли, а сейчас не стоит 20. Но значит, что внутри этого рынка есть весьма-весьма значимое искажение, которое, скорее всего, будет выравниваться. Так что я бы, честно говоря, не рекомендовал инвестировать в акции компании с весьма удаленными прибылями, стоящие весьма дорого относительно своих прибыли. Особенно в ситуации, когда у вас, возможно, дальнейшее неожиданное повышение ставок удорожит дополнительный для них капитал. Также я бы рекомендовал действительно смотреть за пределами США, не динвестируйте принимаемые риски. В первую очередь здесь предоставляет интерес Китая, благо российские инвесторы могут покупать китайские акции, не выходя на международный рынок, на российскую биржу. Китайские бумаги после падения прошлого года стоили в начале этого года рекордно дешево относительно бумаг американских. Впервые за неизвестно сколько десятилетий дешевле стоимость чистых активов. И даже несмотря на кое-какое восстановление, по-прежнему весьма-весьма дешево и привлекательно, дают высокую дивиденную доходность и стоят дешево относительно активов и дешевых средств. То есть нужно искать те китайские компании, памятуя ваши слова о том, что опасно сейчас вкладываться в переоцененные какие-то истории, где есть нормальная прибыль, нормальный кэшфлоу, ну и перспективы роста хотя бы какие-то, может быть, небольшие, что это все не падает. Потому что посмотрим на компанию прекрасную, например, Били-Били, которая отчиталась, у них нет прибыли. Смотрим на компанию Алибаба, у которой была гигантская прибыль, у нее на счету много кэша, вроде бы все хорошо, но там есть огромный навес, который, понятно, состоит в 13% акций у Софтбанка. Когда они их будут продавать, будут ли байбеки, не будут ли байбеки, все это отлукаво. С другой стороны, есть Байду, который 5 миллиардов готовы потратить, они это заявили на байбеки. Вот на какую китайскую акцию, например, стоит обратить внимание? Есть Бит, но, опять-таки, он дороже Теслы или почти как Тесла стоит, дорого это или дешево. Есть солнечные компании, там, Trino Solar, J Solar, Jing Solar, это вот большая тройка солнечной генерации, но они зарабатывают, какие-то деньги, акции тоже в хорошей динамике, но они, может быть, не сильно упали. Вот ваш топ-пик, может быть, по китайцам, поделитесь каким-то примером, хотя бы по сектору. Да, выбирая между условно Тесла-1 и Тесла-2, я бы выбрал что-нибудь третье или четвертое. То есть я тоже не большой фанат технологических компаний китайских сейчас, хотя та же самая Alibaba стоит весьма дешево, правда, с учетом, как бы сказать, правильного навеса, в том числе со стороны ритейл-инвесторов политических рисков. Я бы рекомендовал смотреть на надежные инфраструктурные компании и финансовые компании, такие как China Telecom, такие как Pinyin Insurance, крупнейшая страховая компания, такие как, допустим, China Rail, крупнейший строитель инфраструктурный в Китае, один из крупнейших в мире. Если мы продолжим наблюдать ту картину по снижению экономического роста ниже цели поставленных партий и правительств, как мы видели в закончившееся году, можно вполне ожидать, что китайское правительство предпримет привычные шаги по загачиванию денег в экономику, распределению бюджетов в пользу строительства и инфраструктуры, от чего подобные компании будут выигрывать. Ну что же, мы видели хороший пример американских денег. Все вроде проигрывают от плана Байнена, кроме First Solar. Они пока еще ничего не обещают, даже инвестиции не обещают, но налоговые льготы уже получают по полной программе, и они основные бенефициары и акции прут наверх со страшной силой. Алексей, спасибо огромное за нашу экспертизу и комментарию. Спасибо большое Марк Моисеевич, Алексей Дебелов, Марк Гуэхман. Были у нас в эфире, мы говорили о текущей ситуации и попытались построить некий сценарий на будущее и поделиться с вами инвестидеями. Всего доброго, берегите себя.